Всем привет! Мы продолжаем тестировать рецепты лизуновых ангамов. И для следующего рецепта нам потребуется пена для бритья и клей. Пусть он будет зеленым. А может быть, немного бирюзовым. Хотите блесточек? Будут блестки. Ух ты! Будет много блесточек. Какое-то блестящее движение в нем наблюдается. В качестве загустителя будем брать перволь. Только обратите внимание, нам потребуется не ополаскиватель жидкий для белья, а жидкий порошок для стирки. Пахнет приятно. Процесс пошел, пошел, пошел. Пахнет. Очень мягкий. Пахнет еще немного. Добавляем соду с водой. Добавляем соду с водой. Пахнет. Мясо. Пахнет. Добавляем соду соду. Субтитры сделал DimaTorzok Как бы вам сказать У меня получилось что-то Это похоже на какие-то нитки И это что-то явно не от мира сего Вот оно А вся пена осталась здесь В общем, я, ребят, не знаю, что это Так, ребята, смотрите Я не знаю, если честно, что это была за реакция Я извлекла зеленую ниткоподобную массу И промыла ее Ну, скажем так, получился неплохой лизунчик Хотя не вся масса была задействована Вполне себе жизнеспособный Эластичный Не рвется Но что это было, я не знаю Это был какой-то монстр Ну, а лизун сам по себе хорош К рукам совершенно не рипнет За счет пен для бритья Даже релаксирует в плане Расстрескивания пузырьков Супер эластичный Вот прям вот так Интересно, у него предел вообще эластичности есть какой-то Вот такой тряпка-лизун у меня сегодня получился Но, не знаю, возможно, дело в клее Клей был не проверенный, если честно Продолжение следует...